Всем привет, с вами Артем, вы смотрите Аблэктюб, и сегодня я расскажу вам о Jailbreak твике под названием iBuy. Это расширение предназначено для создания бэкапов различных элементов iOS. После установки расширения на рабочем столе вашего устройства появится иконка программы. В ней и осуществляются все действия и настройки твика. Как видите, iBuy поддерживает режим создания веб-сервера, то есть при включении верхней опции достаточно зайти по адресу, который указан в настройках твика через браузер вашего компьютера, и вы получите доступ ко всем сохраненным данным в программе. Ниже расположен ряд визуальных параметров самого приложения. На мой взгляд, удобнее всего хранить бэкапы, созданные в iBuy, через Dropbox. Для этого в соответствующем меню необходимо привязать данный сервис к приложению. Также можно сохранять данные и загружать их с любого FTP-сервера. Обратите внимание, когда вы будете привязывать учетную запись в Dropbox, можно создать папку, которая будет создана в корневой директории вашей учетной записи. Туда и будут сохраняться все бэкапы из данного твика. Перемещаться между разделами приложения следует боковыми свайпами. Первый из них позволяет сделать бэкап данных из сидя. На мой взгляд, это самая полезная опция расширения, потому что бэкап других данных можно сделать при помощи стандартного сервиса iCloud или в iTunes на вашем компьютере. Достаточно выбрать, куда вы хотите сохранить резервную копию, и нажать соответствующую кнопку. После этого начнется процесс копирования данных. Длится он недолго. Далее следует раздел, который позволяет сохранять все ваши приложения и настройки в них. Здесь вам следует выбрать, какие приложения вы хотите сохранить и начать процесс резервного копирования. Как вы понимаете, его длительность будет зависеть от размера ваших программ и игр. Обратите внимание, что их размер может превышать объем доступного места в вашем FTFE сервере или в аккаунте Dropbox. В таком случае бэкап не удастся. Следующие разделы приложения позволяют сделать резервную копию ваших заметок, данных из почты, браузера, фотографий, заметки из календаря, адресную книгу, сообщения и журнал телефонных разговоров. Останавливаться на них я не вижу особого смысла, потому что все они отлично бэкапятся через iTunes, и нет необходимости прибегать к сторонним приложениям. Как вы помните, я сделал резервную копию всех своих твиков и сохранил их в папку бэкап в моем аккаунте Dropbox. В соответствующем месте появился небольшой архив. Теперь давайте зайдем в сидя и удалим любой из установленных твиков. После респринга, естественно, он пропадет. Теперь можно зайти в iBuy и восстановить из резервной копии. Обратите внимание, что после ее загрузки на моем устройстве появятся все те твики, которые были на момент ее сохранения. Все расширения, которые были установлены после создания резервной копии, могут не сохраниться, так что обновляйте резервную копию по мере надобности. Расширение все делает в автоматическом режиме, в конце вам потребуется всего лишь нажать кнопку Respring. После осуществления соответствующей процедуры удаленный твик появляется на моем устройстве. Нужное и, безусловно, полезное расширение iBuy можно загрузить в репозитории modmyi.com по цене 3 доллара. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока!